Последний день на распродажу. В выходные торговцы новосибирской барахолки получили возможность реализовать остатки вещей. Сегодня с бывших торговых точек товар можно только вывозить. Куда переезжают продавцы, знает Алия Арзаева. Яркие палатки с товаром. Здесь есть все. От зимних вещей до банных принадлежностей. Эта распродажа – последний день знаменитой гусинской барахолки. Палатки и торговые места предоставлены бесплатно. Мэрия уверяет, на произвол судьбы продавцов не бросят. Будет организован прием граждан, оставшихся без работы. Четыре специалиста будут принимать по вопросам трудоустройства. И один специалист от Департамента социальной защиты здесь будет принимать людей, которые находятся в тяжелом материальном положении, для того, чтобы адресно оказывать помощь. Продавцы рады шансу сбыть товар с рук. По их словам, такой день год кормит. Здесь распродаем осень, на самом деле, по закупочным ценам, которые я купила в Пекине. То есть чисто избавиться от остатков. Вот и все. Я, конечно, довольна и вчерашним днем, и сегодняшним. Хотя бы что-то организовали для нас. Покупатели тоже не остались в стороне. Курточку, столишки. Цена, да, цена нас очень устроила. В магазинах дороже. Размеры этой ярмарки далеки от размеров бывшей барахолки. Многие продавцы уже перебрались в павильоны торговых центров «Дружба» и «Восточный», которые находятся неподалеку. Ну, мы пока, видите, оборудуемся. Вот. Все. С оборудованием заканчиваю. Сегодня буду развешиваться. Милости просим. Женская верхняя одежда. Классические костюмы. Пуховики, пожалуйста. Нас, в принципе, устраивает все. С барахолкой, естественно, не сравнить. В чистоте, в тепле. Единственное, на что жалуются переехавшие торговцы, покупатели пока не знают об их новом местоположении. Алия Арзаева, Евгений Агеев. Новости ОТС. Новости ОТС.